Сегодня я буду говорить на тему общения с Духом Святым. Общение с Духом Святым. Вообще наша церковь – это люди, которые очень любят общение и ценят общение. Некоторые настолько любят общение, что им даже дня не хватает, они прихватывают еще немножко и ночь. Поэтому я сегодня и хочу говорить на тему общения. И первый стих, который я хочу, чтобы вы услышали, он звучит так. Коринфянам 15, 33, первое послание. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Здесь идет речь об общении. Оно может быть положительным и оно может быть отрицательным. И в этом стихе есть предупреждение, что мы можем быть обмануты. «Обмануты самим собой, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Есть пословицы, которые говорят так «С кем поведешься, как дальше?» Того и наберешься. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Вообще в вашей жизни было такое, что кто-то вам советовал или говорил «Измени свой круг общения» или «С кем ты общаешься». Было что-нибудь подобное в вашей жизни? Но кое-кто так еще откликается, как будто на эту тему вам никто никогда ничего не говорил. Но я думаю, что вы что-то подобное слышали в вашей жизни. Я, чтобы вам продемонстрировать, что это значит, я даже кое-что хочу вам сейчас показать. Вы видите, здесь у меня вода, а вот здесь это просто чай или просто заварка, другими словами. Что будет, если чуть-чуть этой заварки добавить в этот стакан, который у меня есть? Как вам кажется? Это даже не тушь и не чернила, а это просто обыкновенный чай. И что еще интересное я хочу, чтобы вы сейчас увидели. Если я начну доливать сюда чистой воды, и я долью полный стакан, как вам кажется, вода станет чистой, светлой? Нет. Я это показал с единственной целью, чтобы вы поняли важность общения и то, с кем вы общаетесь. То есть, если у вас сердечный сосуд просто чистый, совершенно чистый, и туда добавить только одну каплю какой-то грязи, все ваше состояние внутри, оно изменится. Если учесть, что юность, она дает направление на всю жизнь, то то, с кем вы общаетесь, оно имеет решающее значение и решающее влияние на ваше будущее. Мне в свое время повезло. Повезло потому, что в молодости я оказался, я попал в здоровую среду и в здоровое общение. И я надеюсь, что я не одинок. А таких здесь много или большинство. Вот почему, еще раз хочу повторить вот этот стих, не обманывайтесь. Бог, поругаем, не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают. Не просто развращали, они сегодня развращают, и это будет в будущем. Причем, смотрите, одна вам подсказка, один плохой пример, одна капля этой черной жидкости, оно может просто испортить всю вашу будущую жизнь. Вот почему мы, христиане, просто спешим в церковь. Вот почему вы хорошо сделали, что вы сегодня пришли в Дом Божий. Мы общаемся, и в зависимости от того, с кем мы общаемся, мы становимся или хуже, или лучше. Я благодарю Бога за возможность быть в Божьем присутствии и общаться друг с другом и с Ним. Кроме отрицательных моментов в нашем общении, есть положительное общение или здоровое общение, которое облагораживает человека, которое приносит радость, утешение и мир. Пообщавшись или находясь в здоровом общении, вы оттуда выходите, как на крыльях. Вам хочется жить, вам хочется творить, вам хочется подражать хорошему, вам хочется побеждать. И это только благодаря общению. Я хотел бы, чтобы вы сейчас услышали, что об этом говорит Библия. Я читаю только один стих, 2 Коринфянам 13, 13 написано так. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Аминь. Только не подумайте, что собрание уже закончено. Почему я это говорю? Потому что этот стих или эти слова мы повторяем практически всегда, заканчивая очередное служение. И в принципе это неплохо, потому что люди знают, что это уже точно всему пришел конец. Но с другой стороны, интересный момент. Я сам с этим встречался. Если, например, вы были в каком-то собрании и там не закончили этой молитвой, то многие люди, они просто теряются, а отдельные люди возмущаются, они считают, что вообще собрание какое-то неустроенное или ненормальное. И если вы спросите, почему не помолились молитвой благодать? Но в сути, что это за молитва? Это молитва, можно сказать, как домашнее задание. Вот когда заканчивается очередное собрание, то когда вы повторяете эту молитву, это как бы наше домашнее задание. Вы уходите на неделю, например, или на три дня домой. Не будет там возле вас ни пастыря, ни проповедника, ни ваших друзей. Но с вами может быть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Часто вот эти благословения, которые мы призываем в свою жизнь и желаем, и нуждаемся в них, они, можно сказать, не находят места в нашем сердце. И нам необходимо что-то предпринять и изменить, чтобы это было действительно нашим. Что такое благодать? Это благосклонность, это незаслуженная милость, это совершенство красоты, когда вы, находясь в каком-то необыкновенном месте, говорите, восхищаетесь, какая красота. Что такое любовь Бога Отца? Это жертвенная любовь, которая направлена или жертвует собой ради кого-то. И, наконец, общение Святого Духа говорит нам о том, что Дух Святой нам дан для общения, для общения постоянного и непрекращающегося. Как нам принять это благословение? Что нам необходимо сделать, чтобы все это, благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, оно было нашим достоянием? Как мы можем все это иметь? Ответ – это общение со Святым Духом. То есть, благодать Господа Иисуса Христа на небе безмерна. И любовь Бога Отца беспредельна, но она бесполезна для нас, если все это не достигает меня, если я это не чувствую, если я это не переживаю, если я этим не живу. Вот почему важно общение со Святым Духом. Именно когда мы общаемся с Духом Святым, Бог изливает свою благодать и любовь Иисуса Христа в наш Дух. И мы становимся лучше, мы становимся сильнее. Если мы обратим внимание на историю или в начало Библии, то там написано, что через грех первые люди потеряли общение с Богом. И Бог, уже обращаясь к Адаму в Едемском саду, звал его и говорил, «Адам, где ты?» Но человек, который согрешает, он не будет искать общение. Он убегает или избегает его. Но Бог создал человека для общения и ради общения. И когда это общение было потеряно, то Бог восстановил это через Троицу. Почему? Потому что Бог, Бога написано, никто не видел и видеть не может. Он пребывает в неприступном свете, то есть Он недоступен был для человека. Но, любя нас, Бог Отец послал в мир Иисуса Христа. И таким образом, Бог стал ближе к нам людям через Христа. И Иисус Христос, придя на землю, Он явил нам Бога, явил нам любовь Божью. И когда Он умер, жертвуя собою, и был вознесен на небеса, Он сказал, «Я снова приду к вам через Духа Святого». И я это сделаю ради общения, чтобы быть ближе к людям, чтобы войти в каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце. если Бог пожертвовал Своим единственным Сыном, чтобы восстановить общение, насколько наше сердце должно быть отзывчивым и жаждущим, ищущим и желающим этого общения. Итак, общение со Святым Духом. Благодать Бога, любовь Бога, они бесполезны для нас, если они не достигают нас. Бог восстановил связь между небом и землей и между человеком и Богом с той целью, что Он дорожит общением. Почему? Потому что любовь без общения жить не может. Любовь без общения умирает. И приходят совершенно другие отношения. И совершенно другая жизнь. Например, если Дух Святой не помогает тебе в молитве, не поддерживает это общение, то в молитве не будет жизни. Молитва будет сухой и недолгой. Общение со Святым Духом. Что такое общение? Само слово общение, оно указывает на наличие каких-то отношений, на наличие дружбы. Есть отношения, значит, есть надежда на общение. А если есть дружба, то общение непременно будет. Общение – это иметь дело с кем-то. Иметь дело с кем-то. Работать или перевозить что-то вместе. Например, вот в нашей системе очень распространен транспорт, который как бы способствует тому, что мы имеем все необходимое в нашей жизни. И вот если, например, траки все остановились бы вдруг в один момент, или траки-то перестали работать, то мы потеряли бы необходимое благосостояние. То есть практически экономическая жизнь была бы разрушена. Так вот, если вот транспорт, он необходим для того, чтобы мы экономически имели все необходимое в жизни, так точно общение с Духом Святым нам необходимо, чтобы мы просто имели вот это благосостояние в нашей духовной жизни. Ради этого послан на землю Дух Святой. И еще общение – это значит заниматься каким-то делом вместе, что-то делать и что-то предпринимать. То есть Дух Святой нам дан для общения и для сотрудничества. То есть, чтобы все, что мы делаем, мы имели возможность выполнить вместе с ним. Апостол Павел, он, отзываясь о своем труде, он говорил так. «Впрочем, не я, но благодать, которая что со мною. Она дала мне возможность потрудиться много и преуспевать в этом труде». Общение с Духом Святым. Еще я хочу обратить внимание на то, что когда только была зарождена Первая Церковь, то апостолы и последователи их, они очень ценили общение. И написано в Библии, что они постоянно пребывали в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. «Зачем нам необходимо общение?» Это следующий вопрос, на который я хочу ответить. «Зачем мне важно это общение со Святым Духом?» Первое – это мое благосостояние и наш духовный рост. В Библии об этом написано так. «По слушанием истины через Духа, очистив души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга чистого сердца». В чем я вижу проблему? Часто мы знаем, как надо поступать, но не получается у нас делать то, что мы должны делать. Часто мы знаем, что мы должны любить друг друга, но не всегда хватает у нас должной любви. Мы не всегда почтены истине настолько, чтобы эта истина просто изменяла нас. И проблема в том, что мы слышим истину, знаем истину, но часто у нас не хватает Духа, чтобы подчинить себя и выполнить эту истину. А это тормозит наш духовный рост. Послушанием истины через Духа. Если я знаю истину, но не живу этой истиной, мое служение не будет эффективным. Но если я подчинен этой истине и этой истиной живу, то что-то необыкновенное происходит в моей жизни. Это способствует тому, что я духовно росту. Я изменяюсь. Я этим живу. Еще раз. Послушанием истины через Духа. И когда сильный наш Дух, благодаря общению с Духом Святым, Он обновляется, Он становится действительно таким крепким, Он побеждает, а значит, мы побеждаем и мы растем. Следующее, почему необходимо общение? Это возрастающая вера. Часто у нас веры не хватает или той веры, которая способна что-то двигать в нашей жизни, которая несет нам благословение и победу. Как эту веру иметь? В Библии написано, 1 Коринфянам 2,4, «Чтобы вера ваша», это желание апостола Павла, утверждалось не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вера имеет способность к росту. Она может утверждаться, крепнуть. И часто это происходит, когда наша вера переживает силу Божью. И на этом основании она утверждается. То есть, мера нашей веры, она находится в прямой зависимости от того, от общения со Святым Духом. И если вера моя растет, значит и мое служение, оно утверждается. Поэтому пусть Бог нам поможет стремиться постоянно жаждать и искать это общение. Следующее, что мы можем иметь благодаря общению? Это преуспевающая, живая церковь. В Библии написано, Откровение 22,17. «И духи невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». То есть, другими словами, когда церковь невеста и Дух Святой работают вместе, тогда люди приходят к Богу, а церковь становится преуспевающей, благословенной и живой. Без этого общения церковь теряет свою духовность, служение становится машинальным, формальным, неживым. Общение со Святым Духом. «И дух, и невеста говорят, приди». Обычно, когда идет какое-то приглашение, то те, которые слушают это приглашение, они откликаются при условии, когда они слушают, допустим, проповедника, и в их сердце ищут Дух Святой. И, усиливая это приглашение, говорит, это твое время, это твой день, это твое спасение. И когда они объединяются, тогда служение видоизменяется. А еще раз повторяю, церковь становится благословенной и живой. Это преуспевающая церковь. Следующий момент. Зачем нам необходимо общение? Это успешная евангелизация. В Библии написано, 1 Конфиан 2,5. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». «И проповедь моя, и слово мое, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Вот почему мое служение очень эффективно. Это говорит Павел. И он является примером для нас. Наша проповедь, наша евангелизация будет совершенно другой, когда мы будем общаться с Духом Святым, когда мы будем сотрудничать с Ним, когда мы будем искать Его руководство и водительство в нашей жизни, когда мы руководствуемся не только планами и какими-то программами, но в наших услышаниях незримо присутствует Дух Святой. И благодаря общению с Ним Он посылает свои сигналы, свои откровения и свое слово. Тогда проповедь, она получает усиление, и она находит отклик в тех сердцах, кто эту проповедь слушает. «Нам необходимо общение Святого Духа». И еще пятый момент. Почему, зачем нам необходимо общение? Это плодоносная жизнь. Это плодоносная жизнь. Эта жизнь невозможна без общения. Запомните, плод – это всегда результат двоих. Дети рождаются, потому что у детей есть родители. Если мы желаем, чтобы наша жизнь была плодоносной, мы должны искать и желать общения со Святым Духом. Я не просто сегодня говорю о здоровом общении, я говорю об общении, которое может кардинально изменить вашу жизнь. И хотя вы часто заканчиваете очередное собрание и общение со Святым Духом, задайте вопрос себе, что вы знаете об этом? Как часто вы желаете этого и ищете? И вообще, что говорит вам Дух Святой, ваш Дух? Я просто могу сказать, что это лучшее, что может переживать человек на этой земле. Тот, что может дать человеку Бог, человек дать этого не может. Я думаю, что вы иногда, например, были когда-нибудь в таких общениях, когда вы просто проводили ночи напролет, без не уставая. Вы были в таких общениях, когда вам хотелось просто бежать и петь, хотелось жить. Это результат здорового общения. Когда вы пообщавшись с кем-то и вам хочется даже что-то записать, потому что вы что-то услышали важное для себя, это результат общения. Но когда Дух Святой приходит в нашу жизнь для общения и мы общаемся с Ним, первое, что происходит, если это хотя бы однажды в вашей жизни случалось, вы будете тянуться, вы будете искать это, вы будете желать. Потому что благодаря общению с Духом Святым радость будет переполнять вас. В вашем сердце будет присутствовать мир Божий и любовь Божья. Все, в чем вы нуждаетесь, вы сможете это иметь. Очень ярко эта зависимость наша от Бога, от Духа Святого, показана в притче о виноградной лозе. Помните эту притчу? Там написано так, что «Я лоза, а вы ветви». Так вот, плоды, они созревают не на лозе. Лозой это является Христос. А эти плоды, они созревают на ветвях. И благодаря движению Духа Святого или образно, вот как сок движется по этих ветвях, мы получаем прекрасный результат. Мы способны приносить Богу плод и плод для Царства Небесного. В этой же притче написано «Ибо без меня не можете делать что? Ничего». Не можете делать ничего. Вот почему Дух Святой сегодня пребывает здесь. Божья благодать над нами. И Он желает захватывать наш Дух и участвовать в нашей практической каждодневной жизни. Можно сказать, что без Духа Святого мы тоже можем кое-что делать, даже много делать. Но мы не сможем принести плода для Царства Небесного. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость. Это не результат, допустим, человек радуется, потому что кто-то что-то веселое рассказал. А это результат общения. И если вы имеете этот плод, то вы будете радоваться, когда вся обстановка побуждает вас к печали. Вы будете радоваться, потому что радость ваша внутри вас есть. Итак, результатом общения с Духом Святым является плодоносная жизнь. Я еще раз повторю эти моменты, которые я сказал, чтобы просто вы услышали и заинтересовались этим. Это наше благосостояние и наш духовный рост. Первое. Это наша возрастающая, не угасающая, но возрастающая вера. Следующее. Это преуспевающая, живая церковь. Следующий момент. Это успешная евангелизация. И, наконец, последняя, это плодоносная жизнь. И я думаю, что я даже не все назвал благословение, которое мы можем иметь благодаря общению с Духом Святым. Но единственное мое желание и цель моей проповеди, чтобы вы заинтересовались этим вопросом лично для себя. И если вы имеете это общение, развивайте ее в себе и приумножайте. А если вы еще не переживали ничего подобного в вашей жизни, то от Бога предоставляется вам возможность. Если Бог восстановил связь с человеком ради общения, то я должен сделать все возможное, чтобы это было моим достоянием. Все лучшее, что есть на небе, Бог предлагает нам на этой земле. Без благодати Бога очень нам трудно жить. Без жертвенной любви Иисуса Христа нам очень трудно понимать Библию и Евангелие, нам очень трудно понять вообще смысл жизни и бытия. Но благодаря тому, что сделал Бог через Иисуса Христа и Духа Святого мы можем иметь и обладать огромными богатствами, которые Бог желает проливать в нашу жизнь и в наше сердце. Я сказал в самом начале, что есть немало тех христиан, которые не грешат, которые стараются жить святой жизнью, но они ничего не знают или мало знают о том, как общаться или что значит общаться с Духом Святым. Они не знают или не имеют близких отношений со Христом. Но наша эффективность в жизни и служении именно от этого зависит. Почему, например, некоторые люди приходят к Богу, а потом с легкостью оставляют Его? Почему они не испытали прикосновения Святого Духа? Они не испытали, не пережили эту благодать. Почему это важно знать? Потому что любовь в сердце моем, в нашем сердце рождается только благодаря Духу Святому. Любовь жертвенная к окружающим и к Богу. Написано, любовь Божья изливается в сердца наши как? Духом Святым. И это все благодаря общению. И если человек больше общается, он переполняется любовью. Если вы не против, чтобы она изливалась в вашу жизнь, общайтесь с Духом Святым. Как мы можем иметь общение со Святым Духом? Я предлагаю вам три важных момента. Первое, это признать то, что он присутствует в своей церкви. Признавать, благодарить, благоговеть и преклоняться пред Ним. Дух Святой присутствует здесь. И мое правильное отношение к Нему определяет результат. «Если это я знаю, значит, я имею шанс не просто знать о том, что он присутствует здесь, а имею возможность пообщаться с ним». Если написано, что Дух Святой, Он утешает, то я не думаю, что кто-то против из вас утешения, если он наставляет, если он учит, если он возвещает будущее, то я не думаю, что это все то, в чем мы не нуждаемся. Поэтому, признавая Его присутствие, мы можем иметь прекрасную возможность общаться с Ним и рассчитывать на Него. Второй момент, как вы можете иметь это общение? Пригласить Его искренне желая Его руководства. Это, можно сказать, основополагающий момент. Дух Святой и Божья благодать, она никому себя не навязывает. Она предлагает для человека возможность эту благодать иметь в себе или ее пережить. Если вы никогда не испытывали ничего подобного, я хочу вам сказать следующее, что первое, что делает Дух Святой в жизни человека, это Он его обличает. Когда человек восприимчивый к призывам небес, он откликается своим покаянием. И открытое сердце в покаянии и в смирении пред Богом дает человеку шанс пообщаться с Богом и злить ему свою душу, рассказать ему тревогу души и получить исцеление внутрь себя как в ответ на молитву, как результат общения с Богом. Но этого я должен очень желать и искать. Истина состоит в том, что тот, кто любит, он будет искать общение. Вы готовы сказать аминь? и без любви практически общение невозможно. Вот почему иногда общение выглядит приблизительно таким. Добрый день, как дела? Хорошо, что мы встретились, до свидания. Оно никогда не будет задушевным, оно не будет проливаться внутри вас, если оно не основано на любви. И это минимальное влияние на окружающих и на мою жизнь. Вот почему Бог желает, чтобы у нас было более глубокое взаимоотношение с Ним. Вот этому общению часто присутствует присутствие греха в нашей жизни или отсутствие смирения. Но Бог предлагает совершенно даром свою благодать. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа. Совершенно даром жертвы на любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Мы говорим очень убедительно да пребудет всегда с нами. Господи, я ухожу, но я не оставляю Тебя. Я в этом нуждаюсь каждый день. Господи, вы пришли например домой и что-то не поняли с моей проповеди. Вы вправе сказать дома Господи, дай мне это понять. Дух Святой, подскажи мне, открой это для меня. Когда вы продолжите ваш поиск, в вашу жизнь придет свежее откровение. Потому что для Отца Небесного нет более, можно сказать, отрадного момента, когда дети нуждаются в Нем и приходят к Нему о чем-то просить у Него. Итак, искренное желание, жажда общения со Святым Духом. Я не представляю даже нашей жизни, если наше отношение изменится к Духу Святому, если наше отношение или наше общение будет более серьезным и глубоким, не только наши служения будут другими, но вся наша христианская жизнь. Мы будем богаты добрыми плодами. Мы будем действительно служить благословением для окружающих. Слово наше оно будет иметь силу и подтверждаться небесным авторитетом. За этим словом стоит сам Бог. Слава Богу Великому. И последний момент. Как мы можем иметь общение с Духом Святым? Быть полностью зависимым от Него. Быть полностью зависимым от Него. Быть подчиненным Ему. Когда мы пренебрегаем Духом Святым, не полагаемся на Него, мы не вправе рассчитывать на то, что Он будет действовать в нашей жизни. Итак, общение невозможно без любви. Вы готовы сказать Аминь? А то, как мы любим Бога, выражает наша молитва. Если много любим, то молиться не трудно, потому что молитва идет не потому, что это надо, а потому, что я не могу жить без молитвы. То есть совершенно другое отношение, совершенно другие подходы, совершенно другое общение. Именно общение с Духом Святым, оно преображает нас в образ Иисуса Христа. Мы становимся похожими на Него. Никто, живущий греховной жизнью, не ищет это общение. Он будет избегать или уходить оттуда. В свое время я приведу, заканчиваю супробовать очень такой яркий пример из Библии и жизни израильского народа. Вы помните, что Бог провел заботу об Израиле и кормил их, и питал их, и руководил их жизнью. Но однажды так случилось, когда Моисей пошел на гору и отсутствовал всего 40 дней и 40 ночей. Что они сделали? Они сделали золотого идола и начали поклоняться ему, они сделали преступление и грех. Оставив живого Бога, они говорили, вот Бог, который вывел нас из Египта. И вы знаете, что потом случилось? Это исход 33 глава написано там, 3-й, 15-й стих, я хочу, чтобы вы услышали. И ведет он в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковейный. То есть, когда они согрешили, то Моисей, он начал молиться об Израиле, прося у Бога милости. И Бог говорит Моисею, говорит, Моисей, хорошо, дальше, дальше будет жизнь или наши отношения строят следующим образом. Я уже не пойду впереди вас, не пойду с вами, но ангел мой, он пойдет и вас доведет до желаемой цели. Вот, например, если бы это звучало прямо к нам, ну, не сам Бога, а ангел. Если бы, например, я думаю, мне бы сказал ангел, Господи, хорошо, слава Богу, хоть ангел. Я уже согласен, мне хорошо. Но Моисей при этом всем, он взмолился и сказал следующие слова, если не пойдешь ты с нами, то и не выводи нас отсюда. Моисей, а что тебе, мало ангела моего? Нет, Господи, если ты не пойдешь, то, пожалуйста, я не хочу двигаться дальше. Почему Моисей так молился? Почему он этого ревностно желал? Потому что он знал, что если Господь не пойдет среди них или с ними, Израиль не сможет пережить трудные времена, они не смогут достичь цели. И вот он начинает снова поститься 40 дней и 40 ночей. И Бог говорит, хорошо, Моисей, я буду снова благословлять и следовать вместе с Израилем. Моисей переживал в своей жизни такие взаимоотношения с Богом и такую благодать, что он на меньшее не согласался никак. Он говорил так, Господи, или все, или ничего, или ты, или никто другой. Он так жаждал Бога, что все, что предлагали ему, чтобы заменить Бога, даже на что-то хорошее, он не воспринимал это серьезно и он просто это отклонял. Вообще можно следовать за Богом путем законности, а можно следовать за Богом путем посвящения, общения и любви. Вообще, что привело Израиля ко греху? Это в первую очередь недостаточное почтение к присутствию Божьему. Это недостаточно неправильное отношение к общению с живым Богом. То есть они не испытывали такого страстного желания, чтобы общаться с Богом и желать Бога. Они были довольны тем, что они имеют. Они нуждались в Божьем спасении, они были не против, чтобы Бог их оберегал в пути и освещал дорогу, они были не против, чтобы Бог их обеспечал и оберегал, но они не нуждались в Его присутствии, они не нуждались в самом Боге. Что-то подобное происходит и в нашей жизни. Я это вижу в такой плоскости. Многие христиане, они имеют отношения с Богом только юридические, но не те отношения, которые строятся на любви. Что это за отношения? Я спасен, я не попаду в ад, но я буду делать то, что я хочу и то, что мне нравится. это юридические отношения, это не глубокие отношения, это отношения, не имеющие корня. Я не против, чтобы Бог меня оберегал, я не против, чтобы Он меня кормил, я не против, чтобы Он восполнял мои нужды, но тем не менее, я не горю любовью к Нему, чтобы искать Бога, общаться с Богом и желать Бога, но правильное отношение мое к Богу, это не просто мое благодарение за то, что я спасен, но это моя любовь к Богу, это мое сердце, отданное к Богу. Когда я этим живу, то благодаря любви моей к Богу, мне не трудно общаться с Богом, меня не надо призывать к этому общению, я просто по-другому жить не умею, то есть по-другому жить у вас просто не получится. Как вы пытаетесь строить отношения с Богом, отношения с Духом Святым, на основании законности, своих привилегий и прав, я спасен, слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, что я спасен от ада, слава Богу, но горю ли я любовью к Богу, потому что Он все, что я имею и все, что будет иметь в будущем, Он мне дал благодаря своей любви. Как часто в нас этой любви не хватает, не хватает страсти, не хватает это огня, не хватает жажды по общению крепкому и живому. Давид в одном из Псалом он говорит, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Господи. Душа моя желает жаждеть Бога крепкого и живого. когда я явлюсь пред лице Его. То есть Давид желая Бога, он говорит, я не остановлюсь на пол пути. Я не просто буду призывать или молиться Ему, я не остановлюсь, пока я не явлюсь пред лице Твое. Мои отношения будут живыми, не мертвыми. Моя молитва будет горячей. Моя молитва будет к Тебе Господи от души. Я все сделаю ради того, чтобы мое общение принесло мне благословение и жизнь. Смотрите, часто нас что-то сбивает с пути. Мы теряем присутствие духа, мы теряем вот это общение с Богом. Правда такое бывает. И мы пытаемся искать себе оправдание в этом. Но смотрите, как действовал Христос. Весь ад обрушился на Него, когда он шел приближаясь в любой момент он мог освободить себя от этих пыток, от этих истязаний, побоев, насмешек и так дальше. Но каждый раз он как бы, смотря на все эти трудности, на всю эту борьбу, на эту озлобленную толпу, он видел нас. И он понимал, если я отступлю, то как же они? Они просто пропадут без общения. Я не смогу ничего сделать для них, я не смогу им помочь. И это держало Иисуса. Держало в правильном направлении, и он достиг своих целей. Если мы хотим сегодня положительно влиять на мир, если мы хотим принести плоды для Царства Божьего, я знаю, что вас что-то раздражает или отвлекает, но вы должны смотреть на Иисуса. Если не я, то Царство Божье пострадает. Если не я пойду или буду это делать, то кто, Господи? И благодаря вот этой любви вы будете способны совершать подвиги во имя Иисуса. Проверьте свою жизнь. Ваше служение Богу, оно больше основано на законности или на любви. Больше вы держитесь юридически каких-то моментов или вы практически переживаете Христа. Как бы я желал, чтобы общение со Святым Духом никогда не прекращалось в нашей жизни, чтобы эту связь никогда и никто в твоей жизни личной не нарушил. Заканчивая свою проповедь, я хочу сказать снова и снова этот стих. И каждый раз, когда вы будете заканчивать очередное собрание, не забудьте, пожалуйста, общение со Святым Духом. Это домашнее задание. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет всегда с вами. Аминь. Субтитры